Привет, меня зовут Саша, я диктор канала Мастерская Настроение, и у меня сегодня охуенное настроение. А знаете почему? А потому что я пишу сегодня музыку впервые за долгие годы. Вы, конечно, знаете, что я уже снимал видео, как написать постпанк, как написать постпанк 2, и вот сегодня пришло время снять видео, как написать рок. Я бы даже назвал это говнорок. Не хочу оскорбить сейчас никаких говнорей. Вообще, я, знаете, сам своего рода говнарь, поэтому, мне кажется, у меня очень хорошо сегодня получится написать говнорок. Погнали. Первое и самое важное в рок-музыке, на мой взгляд, это то, как ты выглядишь. Нужно выглядеть круто и по-рокерски. Если вам кажется, что у истоков рок-музыки стояли вот эти люди, то нет. Играть рок-музыку придумал фараон. Че, все после меня сейчас теперь побегут носить кожу и делать рок? Хм. Да. Вот так совсем другое дело. Кстати, я забыл самое главное. Первое, что я делаю при написании своей, не побоюсь этого слова, музыки, это не мою голову неделю, конечно. Это прописываю ударку. Зачастую это неправильное решение, потому что потом всю песню приходится подгонять под то, что я там нахуярил. Но я не ищу легких путей. Скорее всего, я ищу пути странные и неправильные. Открываем Addictive Drums. Сегодня я выберу пресет Need Power. Звучит достаточно роково. Ритмичный реческий рисунок. Или ритмичный. Если ты услышал это слово, теперь хочу везде его вставить. Ритмичный рисунок у нас будет вот такой просто. Второе, что нам нужно, это бас-гитара. Вот я ее вместе с гитарой здесь выставил, но играть я, конечно, на ней не буду. Потому что я не умею играть ровно и потому что зачем, если есть это все на компьютере? Мы же с вами пишем сегодня говнорог, правда? Правда. Как ленивый человек и так себе бас-гитарист, я всегда пишу партию баса одну. Просто она потом повторяется всю песню. Одна и та же партия. В моментах... В моментах. В моментах я немного добавляю ноты другие. Я вот уже написал партию, и вы можете заметить вот эти два момента. Для создания бас-гитары я использую плагин Nexus. На мастер добавляю Guitar Rig. И еще Fab Filter. Толком не знаю, какие нужно частоты срезать, поэтому просто вот эти срежу. Ну и самое главное в рок-музыке, конечно, это гитара. Также нам понадобится эффект Distortion или, как у меня, Overdrive. Не знаю, нахуя я собирал целый педал-борд, если мне только одна педаль нужна. Но вот такой я человек, да. Партию придумываем максимально простую, на одной струне, как я это люблю делать. Чуть не забыл медиатор Кобейна. Ни одна рок-песня не обходится без гитарного соло. И вот как раз таки с этим у меня очень большие проблемы. Я никогда не умел играть соло. Единственное соло, которое я знаю, звучит так. О, чуть не забыл про синтый. Осталось самое простое. Это текст. Хотя многие рок-музыканты и слушатели считают, что текст очень важен. В нем обязательно должен быть смысл, поэтическая вот эта вот вся составляющая. Но я так не считаю. Просто мы же пишем с вами говнорог, правда? Правда. Поэтому вот когда я готовился к этому видео, две минуты я сидел в интернете, и мне на глаза случайно попалась вот эта вот картинка. И я подумал, а зачем писать свой текст, когда можно позаимствовать текст из мема? Ведь это же так оригинально. Поэтому текст у меня получается готов, и осталось только записать вокал. Просто включаем микрофон и записываем наш вокал три раза. Чего, блядь? Первый раз это основной вокал. Раз-два. Нихуя не работает. И две дорожки это бэки. Все. Получается поем. Раз-два. Как спеть-то, блядь? Этот микрофон накончательно перестал работать, поэтому берем другой. Для записи вокала желательно очень хорошо звукоизолированное помещение. Можно, конечно, пойти на студию и там записаться. Но все знают, что настоящие музыканты всегда записывали свои лучшие хиты в шкафу. Здесь у меня шкафа нету, поэтому я создам такой небольшой изорум, из одеял и матраса. Ну что, пишем? Бегу по тропинке в голове ля... Блядь, это не та песня. Ну что ж, наша рок-песня готова, полностью все записано, не сведено, потому что я никогда не свожу музыку. Хит. Вот он. Но как же сделать так, чтобы эту рок-песню услышали миллионы? Загрузить ее на SoundCloud? Нет. В TikTok, может быть? Нет, слишком устарел уже. Отнеси на радио. Точно. Нужно отнести ее на радио. И уж там точно знают, как ее сделать популярной, правильно? Правильно. Всем, девчонка. Я знаю, что каждая девочка, которая послушает эту песню, заставит шевелить свое сердце. Потому что я знаю, что у тебя происходит в твоем сердце. Девочка-сосочка, почему ты одна? Ну давай, не стесняйся, подмывайся, сейчас будет два. Букет теперь и я жду в своем очень большом каприалите. У подъезда одноместном, в телесном цвете. Букет теперь и я жду в своем очень большом каприалите. У подъезда одноместном, в телесном цвете. Букет теперь и я.